всем привет 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 вам зрители канала алкафан для вас сейчас канал марс клуб я и сергей сережа привет привет расскажем немножко попробуем отведаем и свои впечатления а от вот этом знаменитым популярным на данный момент самым востребованным в мире вискарики ирландском мискарики пропор 12 но мне скажу честно на данный момент было крайне тяжело его просто достать я даже перебью тебя насколько я знаю что в россии в свободном доступе этот напиток не найти более того всего лишь две страны мира на данный момент сегодня ноябрь восемнадцатого года на данный момент он продается только в ирландии и только в америке так насколько я помню мой дружище виктор не выезжал в ближайшее время не в ирландию не в америку откуда есть очень хороший человек очень хороший дима степанов который я его попросил у меня привез и у него были целые приключения чтобы достать он я видел этот выпуск он рассказывал да 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 он прилетел в лондон он думал в лондоне купит даже соединенном королевстве и продается то есть шотландии нельзя в англии купить великобритании только в ирландии продается а у вас клуб можно благодаря хорошему добрый отзывчим друзьям приехали мы в это место где все-таки нас должна ждать одна бутылочка огромный магазин куча алкоголя мы взяли и наконец-то и мне производители мне про порт вэлфу то есть настоящий 12 переводится как пропор твэлф и твэлф это 12 настоящий то есть настоящий ирландец производит настоящие виски твэлф это 12 это район в дублине которым макгрегор тренировался рос вырос и как он говорит в этом районе стал тем кем я стал сейчас то есть дрался по крайней мере закалился да как знаменитой книгой как закалялась сталь и в конце концов производители сейчас специально нагнетают обстановку они выпускают мелкими партиями купить практически невозможно когда дима прилетел в америку он заказал четыре бутылки прилетел в чикаго там не было вообще в продаже перевезли в другой штат он другой штат поехал опять же мне будет надо 4 бутылки нет чувак у нас всего лишь одна может быть просто не был готов производитель сам к тому что будет такой ажиотаж ну я так думаю серёж это все-таки какой-то маркетинг понимаешь есть такой маркетинговый ход когда выбрасывать небольшими партиями чтобы ажиотаж создавался еще больше 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 а потом его хобо и все аура даже в ирландии я видел в интернете фотографию пишут не более двух бутылок в одни руки ты представляешь это у капиталистов проклятых которых изобилие но мы чтобы ведь застали восьмидесятые там тоже так было но я думаю вы много дорогие друзья алкофаны читали знали об этом напитке вдаваться в историю я не буду как его мне конор конор правильно или конан конан это варвар а конор это мангрегор да кстати обрати бутылочка початая после давка после того как многие люди знали они к чужому человеку пришел поэтому могу и из початой бутылочки хорошо я тебе доверяю ну смотри зеленая бутылочка интересная форма стандартная я так думаю забродировано все классный этикетка на этикеточки ты видишь лев в короне пропор 12 настоящий ирландец или швиски тройная дистилляция на водочную похоже ну давай меньше слов короче ролик давай друзья алкофаны ждут наверно наши дегустации так надо тебе налить а то что же я тут красуюсь то с бокалом держи для хороших людей не жалко кстати ко мне пусть это как многие люди знали что он я старый скоб привез эту бутылку приходили вы я слышал да тут же можно сфотографироваться с пропором да пожалуйста ребята дайте понюхать его понюхать дам но у меня есть кум которым я обещал налить твелс а эти вот 150 человек которые сейчас внизу этих волшебных фотографий хорошо итак давайте покажем цвет ну сразу скажем ирландская виски мне подкрашивается как и шотландская согласно законодательству разрешено карамельным колером ну по большому счету наш такой да помнишь детстве шоколадные петушки вот это вот и подкрашивать то есть добиваться цвета чем ирландец отличается от шотландцы тем что он используется не чистый солод дистилляции а солод пополам зерном что такое все очень просто когда мне англии это были какие года ох еще те 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 еще он кет 1700 нас тобой что да не было когда когда и помнишь поэтому расскажет нет нет когда ирландцы мне когда то есть ирландцы попали под влияние англичан англичане ввели налоги на и вели они налоги не на виски обвели налоги на соло то есть еще производится у зато на чем жила вся страна наверное ну да рис и солода делали виски англичане а производите солод на него налог ирландцы колорец ну и черт с вами половина солода половина просто зерна то есть налога стали платить меньше продукт от этого поиграем не выиграл или проиграл не могу я сказать потому что кому-то нравится ирландский потому что тот мы не пробовали да этот ирландские виски мы не пробовали попробовать не уже не сможем вот такой красивый цвет как тебе ну не знаю плотненько красивенько плотненько так прозрачненько красивенько цвет такой ну ну поболтай вот так который покрутит профессиональные не ведущие всевозможных мероприятий отсюда и страшно болтания болтанию аритком тоже что ты так с ним кратно вот это не потому что напиток дорогой да на самом деле он стоит всего лишь в америке купили за 20 долларов это тысячи триста пятьдесят рублей хорошо сейчас включаем перелет туда-обратно проживание ценность этого напитка она уже согласна с тобой в разы ну твое здоровье небольшой глоток я буквально глоток а все остальное ставлю на новогоднюю ночь новогоднюю пьют самое дорогое что у тебя ну недорогой для куба как может быть что-то дорогое для куба пей дорогой кум вкус такой очень теплый приятный запашочек такого а я что-то сразу перешел дегустации что-то неправильно дегустирую надо было сначала понюхать ты умолись давай поэтому ты первый расскажешь впечатление о том что араба об ароматах его искоря никакого буквально половину слезу глотка аромат вставок ну вот мое ощущение там что-то есть в этом и русская вот как то вот я не знаю там нет меда нет меда там нет есть можно почувствовать мед все дело в том что слегка лучше что такое медовая есть на вот такой вот сладость да вот садовая сладость дело в том что мне они выдерживают бочках из-под американского дуба после мне бурбона в этих бочках сначала бурбон выдерживались либо какие-то другие напитки вот не выдержка в бочках более трех лет а именно минимум три года должен выдерживаться ирландский виски в бочках как раз таки и дает привкус вот это вот что-то такое вот появилась такой медовая да 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 некая сладость не сладость сахарная как и чай вот я почему-то что сладость ну что-то такое медовая немножко разные вещи да 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 сладость и медовая да 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 какая-то такая медовая вязкость такая приятная вязкость ну да не он не очень веским и как вы не очень мне показать и вот он как будто медовый именно как тебе объяснить да объясняю вот нашим зрителям канала алкофан они же мне показалось что он немножко от приятно обволакивает вот вот язык и небо вот такой вот именно медовый такой приятный доброе такое да 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 такой добрый виски хороший принципе неплохо но знаешь вот ну давай давай ты будешь говорить чтобы не говорили что я влияю на твоим ты спрашивай хотя бы что что-то еще почувствовал про меня меня очень редко когда я выпиваю спрашивать то что как ты себя чувствуешь обычно же это утром приходит смс-ка ну что как ты себя чувствуешь да 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 тогда тоже была слабая дегустация ну это было это было не это было не для всех не для всех да ну давайте глоток побольше ну по большому счету то можно я свое мнение скажу я думаю что я не повлияю на твое мнение потому что нет уже вполне сформировавшиеся личность как человек для канала марс да да пустоват простоват как все по большому счету ирландцы мне честно вот мое личное субъективное мнение по большому счету кто скажет да ну ты чё я скажу мне ирландцы не очень нравится потому что они как-то менее бедноваты понимаешь вот не того которые я понимаю цена-качество тяжело оценить вот цена-качество цена-качество если бы за 1300 рублей вот эта бутылка стояла у нас в магазинах великолепно но по сравнению с дорогим да тут я начинаю загоняться конечно по большому счету он стоит свои 1300 рублей там он залил до если он будет стоить в два раза дороже я думаю будет три раза дороже стоить у нас он эти денег вообще нифига не стоит если этот напиток появится у нас вот в доступной продаже причем в таком же качестве в таком же количестве такой рога я думаю что я не пожалею этих денег и приходя там в гости к своим там дорогим друзьям там кумовьям том числе я с удовольствием такую бутылочку возьму ему с кумом сядем и по все дело в том что авторитетом конора настолько велик что приходя с этой бутылкой ты будешь самым желанным приходя с самим конором рассчитывать а на ту которую ты раньше встречал нет хороший достойный напиток исходя опять же то есть вот и начинал цена гараж 2 это на качество великолепных ну давай еще большой глоток за мир во всем мире и за подписчиков канала алкафан я хотел бы сказать вам еще дорогие друзья канала морсклуб канал дегустации алкогольных напитков и хороших друзей подписывайтесь и к нам давай на побухать извините попить или про дегустировать за эти деньги великолепно хорош 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 ставьте лайки пишите гневные комментарии пишите добрые комментарии все равно что нибудь и добрые комментарии потому что хорошие напитки теплая компания всегда располагает именно добр до темным отношением подписывайтесь пишите спрашивайте мнение рекомендуйте свои напитки ну и все быть добро беда на алкафан подписались молодцы на морсклуб ну по возможности мы будем только за всего доброго пока пока ребята пока